И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Давненько я не записывал новых видео. Все потому, что много работы, командировки, да и с ногой все так же не восстановился. Но вот сейчас более-менее могу ходить и решил записать новое видео. Немного о новостях в Японии. Как вы знаете, в Японии отменили масочный режим. Теперь маски исключительно по желанию. Они можно одевать и внутри помещений, в том числе. Единственное, только в больницах пока еще требуется ношение масок. Во всех остальных учреждениях везде можно уже не носить маски. И это очень хорошо, потому что за три года это порядком поднадоело каждый раз надевать маски. Но также, как вы знаете, уже не требуются никакие ПЦР-тесты при въезде в Японию. Только если у вас есть вакцинация, можете показать и все. То есть ко мне приезжали недавно родители. И там требовалось только показать, что у вас вакцинация есть. И больше ничего, никаких тестов, никаких карантинов, ничего не надо ждать. Две недели вообще не надо. А сейчас у нас, видите, погода-то уже не такая хорошая, как раньше. Я думал записать видос, когда будет посветлее. Но, судя по всему, начался сезон дождей. И на ближайшие недели-две, скорее всего, будет вот такая же погода. Я сейчас нахожусь рядом с молом. Здесь всякие центры для сада, Дайсо, Хардов, Буков и тому подобное. Недавно была Золотая неделя. Тоже думал на нее что-нибудь записать. Но так получилось, что на Золотой неделе тоже шли дожди. Там было всего два дня. Два-три дня примерно, да. Мы с семьей съездили, немного отдохнули и все. На этом хорошая погода закончилась. В основном все сидели дома. Ну, а дома, а что, нечего особо показывать. Пишу видосы, может быть, через пару недель. Как раз подробнее о ДТП. Там вы попросили показать место ДТП. Где это произошло, как, куда вообще. На данный момент я так еще и не получил компенсацию. Это долгий процесс. Даже зарплату за те месяца по страховой пока еще не выплатили. Поэтому я все еще ожидаю. Ну, как будет, так сразу сообщу, сколько чего там. По идее, должны 100% выплатить. Но там будет видно. Да, немного расскажу про эти магазины Хардов. Кстати, если у вас есть желание купить какую-нибудь недорогую вещь в Японии из электроники, вы можете приехать сюда от Хардов. Там много разной электроники, игры, всякие гитары, также инструменты разные. Очень хороший магазин, недорогой. Есть отдел джанк, он там называется джанк-шоп. Там продаются, ну, вещи такие, уже более поюзанные, как бы, ну, не очень хорошее состояние. Но есть и хорошее состояние, как встречается. К примеру, вот недавно брал там игры для PlayStation 2 по 100 йен за игру. То есть очень дешево. Все игры рабочие на английском, на японском есть разные. Ну, это так для примера. В такую погоду путешествовать или куда-то ездить вообще неохота, сами понимаете. Есть свои плюсы, свои минусы. В такую погоду мало народу. Так что вот можно поездить по магазинам и затариться спокойно. Такое вот небольшое видео о новостях в Японии. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Ну, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А с вами был Дэн. До новых встреч. Увидимся. Продолжение следует...